Добрый вечер! Начинается познавчика из конференции. Главный тренер в локомотиве, Ирина Павловича Семеновна, Ирина Павловича Собеды. И давайте начнем с вашего комментария. Ну, комментарий, наверное, такой будет. Одно дело, есть задание. Другое дело, кто выполняет это задание, эту дисциплину, эти тактические, какие-то варианты, которые нарабатываются. Главные действующие лица во всем этом спектакле – это футболисты. Я им хочу сказать большое спасибо. Они были очень дисциплинированы, они четко представляли свою работу, которую они должны были сделать. Поэтому они выиграли. В этом спеле мы сделали план, мы знали, как мы хотели играть. И это очень важно, чтобы они дисциплинированы, организованы и решили план, который мы предъявили. На этом месте я благодарю моим ребятам, они были очень дисциплины, и поэтому мы победили сегодня. В связи с чем было принято это решение? Не было ли особого риска, потому что мы его больше видели как центральную защиту? Во-первых, у нас вариантов никаких не было после травмы двух мерлинчиков. Это, на мой взгляд, правильный вариант, как оказалось. Сыграл он неплохо, хорошо. Раньше он играл в этой позиции. Особенно в тренировочной работе, чтобы он на этой позиции сыграл, такого у нас не было. Ну, молодец, свистра. Он сыграл то, о чем мы просили. Он сыграл оборонительного игрока, который должен был все время находиться перед двумя центральными защитниками. Тем более, что в этой зоне хорошо разыгрывается мяч у Байера. Ну, очень сильно сыграли с правой слева от него и Барина, и Краховяк, которые успевали разрушить и отковать. Вопрос в том, что Мурило было из фензивного Метельфляда с 6. У нас нет ни в том, что они не были на два фензира. Вопрос в том, что Мурило в фензивном Метельфляде из 6. Семься, это не то, что он обычно не может быть виноват, потому что он обычно он не может быть виноват. И ответы было, что мы не имели такие шутки из двух брежей Миран Шук. И так же мы его как Семься, и было очень интересно, что это было правительство. Он не играл сегодня, как сегодня не сыграл. Он уже не имеет определенную опыту, потому что он уже в этом направлении, уже раньше играли. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Он выполнил свою задачу. Он работал defensив очень много. И именно в этой позиции, которая очень опасна, если это об этом, если это об этом, если это об этом, то, что я бы сказал, Баринов и Григорьев. Они сегодня очень хорошо сделали и об этом очень хорошо. Спасибо за перевод. Пожалуйста. Юрий Павлович, здравствуйте. Сегодняшняя победа – это стечение обстоятельств или ваша задумка? Я намекаю на слова Василия Уткина, который незадолго до игры прокомментировал, что… На что я буду Василия Уткина комментировать? Василий Уткин – оригинальный человек. Пускай он продолжает оригинальность. А их случайных уже 301-е. Не понял ничего? Все понятно, абсолютно понятно. То есть… Тут другой вы бы отметили. Вы бы отметили одно. Ну, наверное, все-таки календарю, который представлен «Локомотив» у нас в России, ну, наверное, надо какое-то внимание уделить и посмотреть, ну как можно после такого матча в 11.30 утра играть на синтетике в Уфе. В Оренбурге, я извиняюсь. В 11.30 утра. Футбол играет в 11.30. В 11.30 только завтракают. А нам еще долететь надо. Ну, одно дело я вам говорю, а почему вы эту тему не затрагиваете? Кто это поставил? Определитесь, вы знаете. Это что вы интересны футболы? Наверное, все. Спасибо, да? Или еще что-нибудь? Да, конечно-таки. Конечно же, мог бы уничтожить. Понятой главной информацией. Если вы действительно виноваты, милей Турман, вы наступите на то, что refinаннулись. Я поделюсь к слову от Ваши комментариев Василий Уткин. Ваши ответы, что Василий Уткин комментирует очень много. Он очень оригинальный, красивый человек. Что я скажу? Я думаю, что в России, в Локомотив Москвы, мне очень много внимательности. Потому что если мы нашим нашим следующим играм, мы играем в Оренбург, то есть в 11.30, в 11.30, это не происходит, в этой часе вечером, и мы должны еще... Мы ждем еще и ждем, и это не происходит. У нас в家 не происходит. Поговорите с руководителями, спросите, почему это было так много. Возвращение, а вы помните, когда последний раз Локомотив выиграл в гостях, что это был за матч, в гостях, в Лиге Чемпионов, в групповой стадии. И в довесок интересно именно эта победа гостевая. Насколько сейчас для команды вдохновляющего, что может быть подумать о действительно больших свершенних вот такой тяжелой группе? Я думаю, что не нужно нам уж очень далеко заглядывать. Нам нужно сейчас подготовиться к 11.30 утра на матч в Оренбурге. Поэтому вот это сейчас для нас самое важное. А как мы будем думать о дальнейшем? Матч помните, что это был за матч 17 лет назад? Я статистик, честно говоря, очень часто забыл. Голцарак, а Евсеев забил, да? Ну, да я помню. Что вспоминать? Старое. Нужно жить новым. Но у меня сегодня победа по Сирио не чем-то. Дальше. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова